МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Переживания у зрителей были нешуточные. Заканчивалось в фильмах-сказках «Все обязательно хорошо». Морька! Будничная реальная жизнь уступала красочному волшебному миру фильмов Александра Роу. Проигрывала ей. В фильме «Королевство кривых зеркал» он эту реальную современность и зазеркальную волшебность взял и перемешал. В результате получилось настоящее кинематографическое чудо. Это вот редкий дар режиссера, который умеет чувствовать, видеть, понимать и ощущать природу человека. Таких очень мало было. Ром такой был. Кулейджанов такой был. Андрей Арсеньевич. Совершенно потрясающий, владимир мастерства у Василия Макаровича. Это плеяда была режиссеров. Советская девочка Оля учится в третьем классе. Она обычная пионерка. У нее есть свои недостатки, которые она, как правило, не замечает. Лицо есть, и все на месте. Ей бы посмотреть на себя со стороны. Ай, я хорошая. Ну, хорошая, ну, самая лучшая. Она получает такую возможность, когда погнавшись за котом Барсиком, попадает волшебное зазеркалье. Там она знакомится со своим отражением Елок. Меня зовут Елок, а тебя Оля. И через него видит все свое несовершенство. В королевстве кривых зеркал девочки становятся свидетелями ареста мальчика Гурда, друга, если прочитать его имя наоборот. Гурд отказывается делать лживые зеркала. Девочки решают спасти его из башни смерти. Для этого им нужны ключи, которые хранятся у короля Ягупопа, попугая и его министра Абажа, жабы. Ключ! Именем короля! Рискуя жизнью, девочки не только завладевают ключами, но и свергают антинародную власть в королевстве. Ваше Величество! Что? Ковырять в носу неприлично. Король, ну, все прилично! Писателю Виталию Губареву позвонили с киностудии имени Горького и попросили приехать на встречу с кинорежиссером Александром Роу. Намекнули, что Александр Артурыч хочет поговорить об экранизации одной из книг писателя. Со своей возлюбленной актрисой Тамарой Носовой Губарев гадал, о каком произведении идет речь. Может, о повести про Павлика Морозова он сказал Носовой, что в любом случае попросит режиссера, чтобы тот обязательно снял и ее. И не какой-нибудь злодейкой. Их в сказках Роу было полным-полно, а положительным персонажем, чтобы она стала украшением фильма. Пам-пам-пам-пам-пам-траля-лям-траля-лям-пам-пам-пам. Он ее любил безумно. Она была актрисой. Она не была женой, не была женщиной. Она была актрисой. Тамара Носова снималась у Александра Роу в предыдущем фильме. Она сыграла двуличие в сказке «Новые похождения кота в сапогах». Тамара Макаровна мечтала, чтобы Роу снял ее еще раз. В тот момент, когда Губарев сидел в кабинете Александра Роу и обсуждал, как этот замечательный режиссер экранизирует его сказку «Королевство кривых зеркал», Тамара Носова вроде бы случайно заглянула в режиссерский кабинет, просто чтобы поздороваться. Ничего не подозревающий Александр Роу ей представил Виталия Губарева. «Тамарочка, познакомься, это наш автор». Носова взглянула на своего возлюбленного с наигранной холодцой и едва заметно кивнула. Когда Носова вышла, Губарев сказал режиссеру, что является давним поклонником этой актрисе. Хорошо бы, чтобы она снялась в их будущем фильме. Роу ему ответил, что с удовольствием поработает с Тамарой Носовой. Из-за нее получилась бы неплохая тетушка Оксал или Ласка, если переводить это имя за зеркального. «Эх, сойдет! Ничего! Вот так фазаны! Мы фазанята!» «Мы не фазаны! Не фазаны! Не фазанята!» «А кто же вы? Мы девочки!» «Вижу, что не мальчики!» Увлекшись, писатель стал предлагать режиссеру еще актеров. Но Александр Роу его остановил. Он сказал, понимаешь, у меня ведь уже есть свой коллектив. Они ждут ролей. Я чувствую свою ответственность перед ними. Александр Роу, тоже известный факт, был человеком привычки. Предпочитал работать со своей командой. Очень тяжело впускал в свой круг новых людей. И люди, которые артисты, и съемочная группа, которые с ним работали, прошли через всю его жизнь в основном. Роу даже попросил немного переделать сценарий под своих любимцев. Анатолию Кубацкому, например, Александру Артурыч, хотел по традиции предложить роль короля. В сценарии король был. Его звали Тапсет. Деспот на тамошнем языке. Но он слишком глуп и нелеп. Больше похож на шумного попугая, который сидел в клетке директора киностудии. Хорошо бы из деспота короля переделать в попугая. Кроме того, нет подходящей роли для актрисы Веры Алтайской. А без нее никак нельзя. Ее амплуа стала играть стерфа. Вот стерфа она играла прекрасно. Большое величество. А сырк? А сырк? Крыса. О чем вы шепчетесь? Список остальных ролей у Александра Роу уже был почти готов, и он его с удовольствием огласил. Особенно раздолье ждала его любимца Георгия Миляра. Сразу три шикарные роли. Юрий Федорович Миляр, он играл и в «Досащих королев». И извозчика, и церемонимейстера наиглавнейшего. Я главный церемонимейстер королейшего из королейших. Хорошо, хорошо. Мне приходилось играть и Гурда, и Пажей, один Пажей, который там прыгает, это был я. Вот. И у Абажа тоже, в одном из костюм тоже был я. То есть там это был нормальный, естественный процесс. Вот что Роу просит, ты будешь то делать. Георгию Миляру действительно можно было доверить сразу несколько ролей, не сомневаясь, что наточи до совершенства каждый жест каждого своего персонажа. Когда мастер перед съемками отрабатывал, казалось бы, несущественные детали, это завораживало. Для него все было существенно. Я случайно зашел на студию, и я смотрел, как он полчаса перед зеркалом играл это движение. Я просто сидел вот так и смотрел. Я был заворажен. Каждый раз другая мимика была, другой образ. Главными министрами короля Абажем и Нушироком должны были стать Аркадий Цинман и Андрей Файт. Все, кто играл, это все старая актерская школа. Люди не играли образы, а жили образами. Вот тут две большие разницы. И поэтому их можно назвать великими актерами. Когда все взрослые роли уже были утверждены приказом киностудии, детей еще продолжали искать. Нужен был мальчик на роль Гурда и девочки-близняшки. У Андрея Стопрана на киностудии работала мама. Он к ней заглянул. Ассистентка режиссера, как его увидела, сразу поняла – это их герой. Про зашел по студии, у Оли Острового была такая ассистентка. Она говорит – о, идет Гурд. Давай на пробы. Кинопробы с ним прошли на удивление легко. Ему надо было сыграть пролетарскую ненависть к богачам и царедворцам. На пробах он меня просто попросил, говорит – скажи, кого ты ненавидишь в жизни? И вот посмотри на него. А это было очень обижено на одного человека. Я с такой любовью и ненавистью на него посмотрел, то бишь в камеру, что это оказалось достаточно, чтобы меня Роу выбрал. Молодец! Настоящий парень! Ага! Сегодня Андрей Стопран удивленно осознает, что кроме него от мощного творческого коллектива Александра Роу никого не осталось. Прошло шесть десятилетий. Кинематографические будни превратились в дорогие сердцу воспоминания. И такой же сильной, как тогда, в 1962 году, осталась его любовь к большому волшебнику советского кино Александру Роу. От него исходила какая-то удивительная, фантастическая доброта человеческая. На съемочной площадке входишь к нему, ты растворяешься там. Ты не являешься, вот знаете, я герой, я там… Нет, ты коллектив. Ты весь ансамбль. И твой пастор – это Роу. Двойняшек искали тщательно. Нужна была не только артистическая выразительность. Роу хотел, чтобы девочки были похожи друг на друга внешне, но при этом отличались по характеру. Одна должна быть порывистой, резкой, а другая – спокойной, нежной. От двоящихся девочек у всех на киностудии рябило в глазах. Бесчисленные двойняшки должны были сыграть сцену знакомства после первых шагов Оли по Зазеркалью. Этот текст уже все возненавидели. И вдруг появились ученицы 449-й московской школы – сестры Юкины. До этого девочки выиграли конкурс чтецов стихотворений в Таганском доме культуры. Оттуда их и привезли на киностудию. Оля и Таня нужные слова произнесли просто и легко, без ложного надрыва. Ой, ой, кто ты, девочка? Я твое отражение. Мое отражение? Да. Меня зовут Ело, а тебя Оля. Искать больше никого было не нужно. Только вот от их мамаши все время исходило чрезмерное беспокойство. Но мамы они такие. Они все время с матушкой. Матушка прям запекала такая была. Клуши над ними. Девочки не ходили сюда, одни ходили туда. Губарев был талантливым человеком, который прославился тем, что создал один из самых известных советских идеологических мифов про Павлика Морозова. История с Павликом поначалу была бытовой. Отец избивал мать Павлика. Отца судили. Мальчик на суде подтвердил факт рукоприкладства. Отца посадили. За это дедушка убил Павлика. Губарев привнес в этот сюжет социальный конфликт. Борьбу Павлика Морозова с кулаками. Сначала Губарев написал очерк. Затем повесть. Затем пьесу. А потом еще несколько повестей о Павлике Морозове, дополняя сюжет новыми и новыми подробностями. И вдруг этот же верный советской идеологии писатель Виталий Губарев еще при жизни Сталина создал талантливое произведение о короле-тиране и о том, как тоталитарная власть стремится манипулировать сознанием простых людей. Сразу после ее выхода в свет она получила большую популярность, была переведена на несколько иностранных языков и до сих пор переиздается внушительными тиражами. На ее основе была создана пьеса, которая продолжает ставиться в театрах. Можно сказать, что эта сказка выдержала проверку временем, остается интересной для детей и взрослых, наверное, потому что она при помощи ярких образов и увлекательного сюжета простым языком говорит о вечных вопросах, о добродетели и пороках, о лжи и правде, о свободе личности и диктате государства. Но надо сказать, что и само выражение «Королевство кривых зеркал», введенное в оборот Виталием Губаревым, стало крылатым. Казалось, этим произведением про «Королевство кривых зеркал» писатель может навлечь на себя большую беду. Но Виталий Губарев был мастером правильно расставлять идеологические акценты. И здесь он все выполнил так, что не придерешься. Сказка, которая высмеивает лживую пропаганду и обличает репрессивную машину, была написана в 1951 году. Еще был жив Сталин, и цензура запросто могла заподозрить нежелательные параллели, несмотря на то, что писатель предусмотрительно противопоставил в книге «Уродливое королевство кривых зеркал» прекрасной стране Советов. И не менее удивительным является то, что эту сказку, рискованную для своего времени, написал благонадежный пионерский писатель, который к тому же занимал ответственные государственные должности. Губарев был главным редактором «Пионерской правды» и заведующим кафедрой Центральной школы Комсомола. Для появления книги «Королевство кривых зеркал» у Губарева, скорее всего, были серьезные внутренние мотивы, которые не давали спокойно жить писателю. Книга стала формой его творческой исповеди. Можно также предположить, что писатель так красочно и ярко описывал раздвоенный зазеркальный мир, потому что раздвоенность была частью его личной судьбы. Судя по биографии Губарева, его корни были классово-чуждыми. Его мать была дочерью священника, а отец, по некоторым сведениям, был белогвардейцем, дворянином, который эмигрировал после окончания Гражданской войны в США. Вот с учетом таких фактов биографии, писатель, по всей вероятности, для того, чтобы сохраниться, выжить в верхушке советской системы, он вынужден был не только скрывать свое происхождение, но и с удвоенной силой доказывать политическую лояльность. Виталий Губарев, создавая свое произведение, опирался на знаковые сюжеты мировой литературы. Угадываются отсылки ко многим другим произведениям. Так же, как в «Алисе Кэрролла» главная героиня попадает в зазеркалье, так же, как в «Снежной королеве» в сказке зеркало выступает в качестве орудия зла, так же, как в «Трех толстяках» народ восстает против богачей, так же, как в «Голом короле» и «Крошке Цахисе», мы наблюдаем хитроумную манипуляцию общественным сознанием в корыстных интересах власть придержащих. Когда у Губарева случился роман с Нусовой, он потребовал от издательств, чтобы они дополнили текст посвящением его любимой Тамаре Макаровне. Страсть писателя к актрисе была мощной. Он боялся отпустить Носову на съемку одну, когда мог, ездил вместе с ней. Старался не отходить ни на шаг, ревностно следил и за ней, и за всеми, кто ее окружал. Его интересна только его супруга. Варенье, 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 варенье! Он был очень влюблен в нее. Нет, это как я потом уже понял. Да, он ее очень опекал, со всей любовью, со всей нежностью. И очень ревновал. Когда Александр Роу увидел, что у Губарева с Носовой роман, только порадовался за актрису. Творческому процессу это не мешало. В первую очередь благодаря тому, что у Носовой в кадре не было любовных сцен. Иначе это могло плохо кончиться. Жутко ревновало. Пазаны, пазаны! Один раз я бегал на съемку, когда она играла с девочками. С этим, фазанята, фазанята мои. Он смотрел за всеми, кто как на нее реагирует. Я сначала не понял, почему такая вот искрометная глаза, которая все время смотрит туда-сюда. Это потом я уже понял, что вот такая была любовь у них. Съемки фильма «Королевство кривых зеркал» проходили в Крыму летом 1962 года. Незабываемые времена. Все любили друг друга. Вот какая-то благость как бы была. Ведь, Александр Анатольевич, мы жили в Массандре, в Верхней Массандре. Там гостиница. Это просто маленькая комната, одна спальня. Все. Он жил, и все жили там. Это был вот тот самый единый организм. Снимали в Ялте, Семеизе, поселке Красный Камень, Поликорове холме, Крымском государственном заповедно-охотничьем хозяйстве. Сочетали естественные пейзажи с макетами и нарисованными элементами. Головокружительной по масштабам и изобретательности декораций картине изготовили художники Арсений Клопотовский и Александр Вагичев. По заданию Александра Роу они должны были изменить природные пейзажи и ландшафты, эпоху и географию. У него же нет ни одного фильма, где что-то не придумано, где какая-то совершенно фантастическая, техническая, не срабатывает его выдумка. Ну, понятно, все знают историю про Василису Прекрасную, про этого гигантского змея Горыныча, которого делали земляки Александра Артуровича на экспериментальном заводе Загорской игрушки. 11 метров в длину, 5 метров в ширину. В Ялту на съемки везли на 4 железнодорожных платформах. И 20 человек управляли этой вот махиной, вот этим огромным змеем. И даже лошадь главного героя боялась больше всех, отказывалась приближаться. Но это же какое надо было фантазию иметь, да, и какое при этом техническое чутье, чтобы вписать вот эту махину в свою картину. Можно с уверенностью сказать, что благодаря профессии Александр Артурович получил наконец-то игрушки, которых, мол, не хватало в его нищем и босоногом детстве. Это всегда говорят о том, что он был большой ребенок, что он был такой невероятный, до конца своих дней вот эту детскость в себе сохранил. Известно, что чем старше мальчик, тем больше у него игрушки. Вот он эти игрушки очень любил, и вот эта вся пиротехника, все эти комбинированные съемки, вот это все, все его технические придумки, это, конечно же, были его уже такие большие, взрослые, профессиональные, важные ему очень игрушки. Причем он добился того, чтобы его игрушки были лучшими из всех известных. Его любовь к пиротехнике, когда у него все там горит и взрывается. Его любовь к комбинированным съемкам. В «Королевстве кривых зеркал» я не знаю, сколько раз я смотрела этот фильм, и я знаю прекрасно, что сейчас последует эта сцена, но каждый раз, когда Оля проходит сквозь зеркало, из прихожей попадает в этот мир зазеркалье, я подпрыгиваю до сих пор. Вся предыдущая биография Роу привела его к тому, что он потом с таким азартом создавал на своих съемочных площадках. Он шутил, что все советские люди рождены, чтобы сказку сделать былью. А он, наоборот, быль превращает в сказку. Ответ, наверное, надо искать все-таки в его детстве, в Сергеево-Пасадском, где он маленьким мальчиком живет среди вот этой всей такой старой, ремесленной русской культуры. Это, конечно, огромное на него оказало влияние. Когда Александр Роу только утверждал королевство кривых зеркал, руководство киностудии ему заметило, что давно ждет от Александра Артурыча сказку в русском народном духе. А его все клонит к сказочным государствам в европейской стилистике. Он отшучивался, что когда надо показать несовершенный строй, то он смотрит на Европу. Родную почву он использует, когда надо рассказать о чем-то подушевней. По крови Александра Роу был иностранцем, но по духу настоящим самобытным русским сказителем. Парадоксальное сочетание, которое привело к поразительному явлению в нашем кино. У Александра Роу не было ни капли русской крови. Отец-орландец, который приехал в Россию по приглашению купцов весняных, чтобы налаживать мукомольное производство. И мать гречанка. При этом вот это сложение двух этих кровей, ирландской, такой кельтской, северной и яркой южно-греческой, на выходе дает нам потрясающего русского сказочника. Может быть, именно как протест внутренний против истории с отцом, который уехал и оставил, как раз в Александра Артуровича полностью в своем творчестве. Всю эту русскую душу, которую он нажил, которая была приобретенной, он ее всю и явил. Съемки фильма «Королевство кривых зеркал» были сложными. Актерам на крымской жаре нужно было серьезно выкладываться. Люди из команды Александра Роу плохо работать не умели. Играть в полсилы тоже. Речи о том, чтобы позагорать, и покупаться не было. Разве что для детей. Ребята воспринимали бесплатную поездку в Крым, на берег Черного моря, как подарок судьбы. Особенно близняшке. Они даже и подумать не могли, что за такие радости им еще и заплатят. Разве правильно получать деньги за удовольствие? И Александр Роу, он такой добрый, великодушный и радостный. Никого не заставлял играть что-то. Он давал задания и только правил. Ключ! Я главняющий королевский министр! 60-летний Андрей Файт, вызывая восхищение, молодцевато смотрелся в седле, хотя вечером с трудом приходил на ужин. А чаще всего оставался в номере гостиницы. Потому что скачки на коне через несколько часов аукались болями во всем теле. Я бы просто влюбился в Файта, потому что он с такой легкостью, грациозностью, он вылетел на коне. Это вот аристократ старшего поколения, который еще учили в царские времена. Сейчас так не учат актеров. Творческий аристократизм проявляли не только актеры. Специалисты, которых задействовал Александр Роу, считались элитой советского кинопроизводства. Клопотовский прекрасный, гример Семенов, ну это просто мы его все безумно любили. Он не просто грим, он лепил образ. В команде Александра Роу была актриса, которая не на все соглашалась и часто ставила в тупик Александра Артурыча своими «нет». Вдова знаменитого певца и поэта Александра Вертинского Лидия Владимировна. Приглашение Вертинской в картину давало фильму особый шарм, которым обладала эта дама грузинских кровей. От рождения целых 20 лет она прожила в Китае среди русских эмигрантов. Это, конечно же, наложило отпечаток на ее манеры и облик. Кинематографисты уже использовали холодную надменность и нездешнюю красоту Лидии Вертинской. У Александра Птушков в садку она сыграла диковинную птицу Феникс, которая завораживала и мореплавателей на экране, и зрителей в зале. У Григория Козинцева в Дон Кихоте Вертинская сыграла герцогиню. У Александра Роу была колдунья, когда он снимал кота в сапогах. В королевстве кривых зеркал Вертинская эффектно выглядела в блестящих нарядах, которые отражали змеиную натуру ее героини. Роу мог бы взять на эту роль любую красавицу нашего кино. Любую. Но он берет именно ее. Почему? Потому что в ней есть эта чужеродность, есть вот эта чужая странность, вот эта красота нездешняя. Персики. Мы не можем задерживаться, гражданка. Мороженое. Пирожное с кремом. Сладкая газировка. 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 Заедем. Лидии Вертинской на этих съемках хронически не везло. Сначала ей не взлюбил осел. Он сразу беспокоился, как только она начинала приближаться. Вертинской объясняли, это происходит от того, что она пользуется духами. Но отказаться от французского парфюма Вертинская не смогла. Ведь и животное благоухало тоже далеко не розами. Осел оглядывался на нее, скалил зубы, норовил укусить. После каждого съемочного дня Лидия Владимировна собиралась купить билет и уехать обратно в Москву. Директор картины каждый раз на ее просьбы разводил руками и уверял, что билетов до Москвы в кассах нет и пока не предвидится. Когда заснимался финал картины, и вот нужно было скакать на осле, потом изображать из себя змею, она категорически отказалась. Я вас не задержу. С лошадьми Лидии Вертинской тоже не везло. Во время тренировок ее конь неожиданно встал на дыбы. И хотя она крепко вцепилась в его гриву, все равно рухнула на землю. Боль в спине была нестерпимой. Ее с трудом подняли. Сидеть на коне в дальнейшем она еще соглашалась, а вот скакать ни в какую. И правильно делала. В сценарии был эпизод, когда Анидак мчалась в повозке. После отказа Вертинской в повозку посадили даже не каскадершу, а девушку из толпы. И тут все увидели ужасную сцену. Колесо наткнулось на камень, повозка прокинулась, лошадь повисла на оглоблях над пропастью. Чудом избежали трагедии. Но иногда упорные возражения Вертинской объяснить было ничем невозможно. Например, она отказалась превращаться в змею. Режиссер Роу сам валялся на земле, чтобы показать, как она должна сыграть гадину. Что это очень просто не помогло. Он говорит, ну вот надо изобразить. Она говорит, я не буду. Это очень гениально. Он говорит, даже просто. Она так посмотрела на него, говорит, смотри. Он лег на землю, на эти камни, и стал вот этот толстый, неуклюжий такой мужчина. Вдруг действительно стал змеей. Вот он так двигался до толстой, что это была действительно змея. Но она отказалась, за нее играла другая. А Роу не прощал таких вещей. Либо ты в его команде, либо ты выбываешь. Но даже такие случаи не могли разрушить благостного восприятия жизни Александром Роу. Как и положено настоящему сказочнику, он никогда ни на кого не кричал, никого не ругал. Все происходящее вокруг ему безмерно нравилось. По фильму это видно. Никогда Роу, даже когда наша любимая Анни Дак отказалась сниматься, когда изображать себя змею, он даже голос на нее не повысил. Он сказал, хорошо. К тому же в написанной Губаревом книге были мудрость и глубина. А ведь без этого не может обойтись ни одна сказка. Первый смысл автор излагает на первой странице этой книги. Он говорит о том, что главная мысль заключается в том, что даже маленькие недостатки могут стать препятствием на пути к достижению большой цели. То есть книга имеет воспитательный смысл, что надо ставить в себя благородную высокую цель и помнить о том, что даже маленькие недостатки могут стать препятствием на пути к ее достижению. Надо смотреть на себя со стороны для того, чтобы эти недостатки исправлять. И второй такой глубинный философский смысл этой книги состоит в том, что ложь всегда будет побеждена правдой. Правда всегда победит ложь. Даже если ложь какое-то время одерживает верх, в конечном счете победа всегда будет за правдой. Отколевствовал! Сказка Виталия Губарева описывает несправедливое общественное устройство, где все социальные понятия искажены. Ведь это же зазеркалье. Что вы делаете? А что случилось? Как вам не стыдно? Читая текст, ты буквально погружаешься в мир зазеркалья, где все двоится, раздваивается, превращается в свою противоположность. Зеркала там переворачивают действительность с ног на голову, стрелки идут обратным ходом, девочки превращаются в мальчиков, слова читаются наоборот, и персонажам противостоят их зеркальные двойники. Главной героине, пятиклассницы Оля, противостоит ее зеркальный двойник Ело, который воплощает все Олины недостатки. А я как ты? А-а-а! Девочка Оля стесняется переодеваться в мальчика, потому что считает, что это обман. Но тетушка Аксал успокаивает ее и говорит, какой же это обман, девочка, это маленькая хитрость. Да и кто в нашем королевстве не врет? Король и его министры самые главные вруны. А поданные королевства трудятся, не покладая рук, на рисовых полях и в зеркальных мастерских, но при этом прозябают в нищете. Им достаются лишь жалкие крохи. Но вот недостаток хлеба власти компенсируют избытком зрелищ. Худой бедняк, который получил корку хлеба из закромов абажа, в зеркале Нушрока выглядит как дородный толстяк с целой будкой. Но даже там зеркала самых изощренных форм, как ни пытаются, не могут убить настоящую правду до конца. Александр Роу сумел эти идеи передать через язык кинематографа. Нуш, твоя сестренка. А мы мальчики. Нет. А вам кто-нибудь сказал? Или вы сами догадались? Догадался. А вы никому не скажете? Никому. Честная пионерская? Честная. Вот в чем гениальность еще Роу? Он такой глубинность русского духа нашел. Казалось бы, простая сказка. Ну, что там? Девочки пришли, попали в зеркале. А оказывается, столько добра в этом есть. Горд! Ты свободен, друг! Кто вы? Мы твои друзья. Друзья? Во время съемок произошло еще одно неординарное событие. Девятилетние Оля и Таня Юкины впервые в жизни влюбились. Обе в одного и того же человека. Четырнадцатилетнего Андрея Стопрана. Как открыться возлюбленному, они еще не знали. Юноша был очень удивлен, когда ему рассказали, что отношения с ним девочки воспринимали больше, чем дружбу. Если бы я это знал, но мне тогда было вообще не до этого. Это я потом узнал, что они меня влюбились. Потом Андрей Стопран следил за судьбой девочек. Радовался, что они вместе попали в следующую картину Александра Роу «Морозка». Вначале у близняшек в судьбе все складывалось благополучно. Девочки работали в интуристе, путешествовали по заграницам. В девяностые сестры оказались неудел. Их дни превратились в безрадостную череду. Это их подкосило. Стало причиной быстрого ухода из жизни. Они не выдержали испытания, которое всем выпало. Ведь много очень ушло ребят в это лихолетие. Это, конечно, трагично, но это просто зависит от силы воли человека. У них ее не оказалось. И это не испытание славы. Это испытание жизни. Тамара Носова через несколько лет после выхода картины рассталась с Виталием Губаревым. Он не ужился с ее мамой из-за классовых разногласий. Классовую чужеродность чувствовала его теща. Мать его второй жены Тамары Носовой. Пролетарка, работница завода. Она попрекала зятя дворянскими замашками. И особенно раздражалась его привычкой выходить с бокалом хорошего коньяка на прогулку с собакой. Губарев встретил другую женщину. Убрал посвящение Носовой с новых изданий книги Королевства кривых зеркал. Но не смог забыть Тамару Макаровну. Несмотря на расставание, продолжал ей звонить. Когда звонки прекратились, Тамара Носова забеспокоилась. И не без причины. Оказалось, он скоропостижно скончался от инфаркта в возрасте 69 лет. Александр Роу после королевства кривых зеркал снял еще пять замечательных сказок, без которых в нашей стране, кажется, невозможно ни одно счастливое детство. Про детское кино и как и про детскую литературу. Очень часто говорят, что большие художники находили в ней прибежище, от цензуры спасались в сложные времена, что вообще детское искусство давало возможность выживать, зарабатывать, что туда не дотягивалась костлявая рука вот этих самых цензоров. Так вот, мне кажется, что в случае с Александром Роу это все работает не так. Он там не скрывался. Он там просто жил. Это было единственное для него возможное, комфортное место существования. И он не собирался оттуда при первой подвернувшейся возможности спасаться бегством. Он не ждал какого-то взрослого кино, взрослых тем. Ему было хорошо там, где он находился. Фильм начали показывать в кинотеатрах накануне нового учебного 1963 года. Это была та картина, из-за которой школьники часто сбегали с уроков. И учителя ничего не могли с этим поделать. А в середине 80-х на основе фильма «Королевство кривых зеркал» напечатали один из самых первых советских комиксов. Персонажи фильма действительно напрашивались в разряд супергероев. Александр Роу выполнил пожелания больших кинематографических начальников, которые просили, чтобы он воплотил в своем новом кино сказку с народными истоками. Следующей его картиной стал фильм «Морозка», в основе которого лежали предания русского фольклора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова